Как и ожидалось, изношенные трубы дают о себе знать. Ситуация с отоплением горячей водой стабилизировалась. Однако кое-что коммунальщики пока ещё не доделали. Прошёл ровно месяц нашего последнего визита в этот двор. Отопление горячей водой у жильцов теперь есть. Но яма как была, так и осталась местом, куда жители этого района приходят гневаться на власть и вспоминать, как было хорошо тогда, в Советском Союзе. А что сейчас? Бардак и хаос, восклицают пенсионеры. А вот в советское время, насколько я помню, я здесь дом 71-го года, 72-го, вот, и я здесь живу. Вот здесь меняли трубы, меняли трубы, лотки, все поменяли, заизолировали, закрасили всё, заизолировали и закрыли. Это было в советское время. Ну, это надо закопать её, эту плиту положить на место. Это каждый год, это каждый год. И в прошлом году так было, и весной так было. Так было и в прошлом году. Только парило не из этой ямы, а ближе к 18-му дому по улице Владарского. Вырыли весной, а закопали всё только зимой. Но не на совесть. Засыпали грязью, и теперь бывшая яма напоминает свалку. Ну, и здесь такая же история. Зароют, и всё. Кто же виноват? Жители района били уже все пороги, но руководители разных структур отвечают, что в курсе дела, но то нет денег, то времени. Мы связались с сотрудниками тепловых сетей, чтобы узнать, сколько ещё жители будут волноваться за своих детей, которые идут утром и вечером в школу в темноте мимо этих раскопок. Ввелись ремонтно-осстановительные работы. Ремонтная работа закончена, но сейчас там повреждения. На следующей неделе будет поставлена бригада, будет устроено повреждения. Также обратная засыпка, обратное закрытие будет выполнено. Специалисты оправдывают такое длительное бездействие сложным входом в отопительный сезон. Повреждений по городу много, поэтому коммунальщики пытаются сначала подать в дома тепло, а потом заниматься устранением оставшихся повреждений.